Бегство к бассейнам, фонтанам, озёрам и рекам. Жители Москвы пытаются спастись от новой тепловой волны у водоёмов. Но это лишь временное облегчение. Температурные показатели в столице приближаются к рекордным. В ближайшие дни воздух будет прогреваться до 30-35 градусов по Цельсию. Метеорологи ожидают, что могут быть побиты рекорды 1936, 1951 и 2010 годов. Эксперты говорят, что подобные тепловые волны в прошлом приносили много человеческих жертв. Этот раз тоже не будет исключением. Зара 2010 года унесла около 11 тысяч жизней только в Москве. Если вообще по европейской территории России вспоминать, то это порядка 64 тысяч человек. То есть это население достаточно неплохого российского города. Метеорологи отмечают, что в России изменение климата имеет несколько проявлений. Учащение сильных ливней, сильных снегопадов зимой и как раз повторяемостью вот таких вот волн жары, которые наносят, конечно, достаточно серьёзный ущерб и очень опасны для здоровья нашего населения, потому что у нас ни население не адаптировано к жарким температурам, ни инфраструктура. В столичном зоопарке звери спасаются в тени деревьев. А в ботанических садах работники жалуются на засохшие растения. Действительно такая жара и главная засуха неблагоприятно сказываются на большинстве растений. Особенно страдают растения с поверхностной корневой системой и чувствительные к перегреву. В прошлом месяце температура воздуха в Москве достигла 34,8 градуса по Цельсию. Это был самый высокий показатель для июня за 142 года наблюдений.